Друзья, привет! Мы сейчас находимся на Южном Урале, и мы начинаем наш тур. Он у нас пройдет по трём городам. Челябинск, Миас и Екатеринбург. Так что, ребята, поехали, начнем! Друзья, всем привет! Шел я лесом, видел чудо по Южному Уралу. Смотрю, два прекрасных молодых человека стоят. Наши любимые Владимир и Эдуард. Шеф-повара Екатеринбурга. Мы сегодня приготовим с вами... Сегодня мы приготовим оладушки из патиссонов с подосиновиками и пастой чудесной. Из вяленой икры судака. Давай расскажем про ингредиенты. Чудесные патиссоны, дикий щавель. Мы его собрали вот буквально вот здесь, только что в лесу. Я нордик люблю. Подосиновиками, вот такими классными пастой из вяленой икры. Мы ее специально завялили, чтобы сконцентрировать вкус. Мы взяли икру судака. Так. Прям распотрошили его. Сырую икру засолили, подержали. Завялили. День она лежала в соли. Потом мы ее промыли, оставили в комнате подвешенную, чтобы из нее стек весь лишний жид. Она так висела. Протерли через сито. И у нее такая появилась текстура, как паштетная. Я сейчас порву дикий щавель, просто вот так. Вова натерет на терке патиссон. Знаете, почему мы выбрали это блюдо, кстати? Почему? Да потому что сейчас вот как раз идет сезон подосиновиков, патиссонов. Чтобы это все связать, мы добавим яйцо. Тщательно все перемешиваем. А еще мы добавим два секретных ингредиента. Это соль и перец. Ну это вообще круто. Все, замесили? Прекрасно. Я сейчас подготовлю подосиновики. Их, конечно же, надо немножко почистить. Я просто немножко надрезаю грибы, чтобы они быстрее прожарились. Ну что, идем жарить? Да. Друзья, пока мы смотрим подготовку, мы подписываемся. Раскаляем сковороду. Ставим колокольчики. Наливаем немного растительного масла. И сливочное. Сначала мы на этой сковороде обжариваем грибы, чтобы на них появился колер. Они будут готовиться дольше, чем оладьи. И на этой же сковороде мы сейчас приготовим наши оладьи. Грибы почти готовы. Можно начинать закидывать оладьи. Два нам хватит. Два, да. Мы их аккуратно переворачиваем. Главное не торопиться. И все получится. Все получится. Поехали. Спасибо. Кабачковые оладьи. Ой, Балан, можно я этот кусочек сиснула? Попробуй. Как будто боженька готовил. Вообще. Друзья, это очень просто. В лесу пошли, нарвали, собрали, приготовили. Это вот такой горошек чудесный. Мы его только что в лесу собрали. И соцветия дикого укропа. Можно мне с собой завернуть? Я это хочу одного шеф-повара удивить в Москве. Кстати, смотрите. Главное, чтобы тебя выпустили через таможню. И немножко абсолютно чудесной моей заготовки. Это грибное масло. А можешь попробовать? А что за масло? Расскажи. Грибное масло на сушеных грибах. Взял сушеные грибы, залил их маслом. Какие сушеные грибы? Там были подосиновики. Как раз таки опята и лисички. Нагрел до 80 градусов. Настаивал неделю примерно. В холодильнике? Нет, просто в темном месте. Ребят, рекомендую. Давайте еще заценим. Вводим в меню. Интересное блюдо. Талантно. Да. Без скромности. Ребята, действительно интересно, вкусно. Просто вот так вот шел, посредине тайги, встретил ребят. Что делаете? Готовим. А что готовите? А вот тут что? Что собрали-то и готовим. Такое ощущение, что я попал в передачу. Очевидно, невероятное. Так и есть. Невероятно. Невероятно, но пошел факт. Спасибо, шеф. Ребята, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, колокольчики. Смотрите этих прекрасных уральских поваров. Самое дорогое, что запорол. Запорол. А я пошел нырять за Путина. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»